Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Десна ТВ. В эфире передача «День за днём» с вами в студии Татьяна Ионкина. В ближайшие 10 минут о событиях города и области. Итак, коротко о том, что сегодня в выпуске. Профсоюз Малинской атомной электростанции отчитался перед коллективом. Будущим призывникам о военной службе. Дошкалята узнали, какого цвета вода. Маленькие футболисты готовятся к чемпионату. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Конструктивный диалог профсоюза и работодателя гарантия защиты интересов и прав работников предприятия. Как прошла профсоюзная конференция Смоленской АЭС, мы расскажем вам прямо сейчас. 27 февраля прошла отчётная конференция профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации Смоленской АЭС. В организации состоит около 4 тысяч человек. Это работники станции, неработающие пенсионеры САЭС и работники шестисторонних организаций города. На конференции присутствовали 240 делегатов от цехов комитетов, что составило кворум. На повестке дня был отчёт председателя правкома САЭС Юрия Кузнецова и доклад директора станции Павла Лубенского о результатах работы коллектива атомной станции за 2017 год, поставленных задач на предстоящей 2018-й и перспективах развития Смоленской АЭС. В отчётный период профсоюз участвовал во всех мероприятиях, которые касались социально-трудовых прав работников, представлял интересы персонала при разработке нормативных актов, вопросов охраны труда, питания и здоровья, культурной и спортивной жизни. Конференция единогласно признала работу профсоюза удовлетворительной. В своём докладе Павел Алексеевич, подводя итоги прошлого года, оценил положительную тенденцию во всех направлениях. То есть все задачи мы выполнили. И я за это, за то, что мы всем коллективам, всей станции доказали, показали, что Смоленская атомная станция, коллектив Смоленская атомная станция, он может. И задачки, которые ставятся по плечу, я говорю вам всем большое спасибо. Также он отметил, что в 2018 году перед коллективом стоят серьёзные производственные задачи при высокой безопасности эксплуатации блоков и продлению ресурса работы третьего энергоблока. С 9 по 12 марта в Гагарине состоятся 45-е международные общественно-научные чтения, посвящённые памяти первого космонавта Земли Юрия Гагарина и 84-й годовщине со дня его рождения. Эти чтения впервые были организованы в начале 70-х годов прошлого века и представляли собой встречи лётчиков-космонавтов, друзей, родственников и наставников Юрия Гагарина с жителями его родного города. Спустя 10 лет к мероприятию присоединились учёные и конструкторы, имеющие непосредственное отношение к подготовке и осуществлению полётов человека в космос, деятели культуры и искусства, представители общественных организаций и молодёжных объединений. 28 февраля в Якимичском интернате прошёл урок мужества служить Родине. На встречу с воспитанниками учреждения приехали из Десногорска военный комиссар города, председатель Совета матерей и представитель полиции. Подробности далее. На открытом уроке воспитанники интерната встретились с военным комиссаром Десногорска Сергеем Сибелёвым, представителем полиции Михаилом Зайцевым и с председателем Совета солдатских матерей Валентиной Рожковой. Каждый из гостей рассказал свою историю о службе и с охотой ответил на вопросы школьников. Сегодня воспитанникам нашей школы предоставилась возможность пообщаться с интересными людьми. Ребята узнали из первых уст, а не понаслышке о военной службе. Гости смогли в каждом школьнике зажечь боевой дух и убедить всех мальчишек в том, что главное предназначение всех мужчин во все времена – защита Отечества. Прививать любовь к Родине необходимо с раннего детства. Ребята остались очень довольны беседой с гостями. Я получил массу впечатлений от встречи с такими интересными людьми, узнал об их службе и подвигах, вынес для себя много нового, считая службу в армии своим долгом. Я с полной уверенностью могу называть себя патриотом своей страны. Во время подданных мероприятий меня всегда переполняет чувство гордости. Я точно определился, что пойду служить в армию. Хотелось бы мне оказаться в пограничных войсках. Поддомные уроки проходят в школах Десногорска и Десногорском энергетическом колледже. Детство – пора первых открытий. Все дети любят экспериментировать. А если это проходит как игра, вдвойне интереснее. Из нашего сюжета вы увидите, о чем идет речь. Никто из детишек никогда не задумывался, что дождик, снег, лед на реке под коньками, росинки на траве утром, волны на море – все это привычная вода, которую они каждый день пьют и в которой плещутся в ванной. Ребята, как вы думаете, что общего во всех этих загадках? О чем они все? О воде. О воде, правильно, молодец. Они все о воде. И вот сегодня тема нашего занятия будет изучение воды и ее свойств. В шестой группе детского сада «Мишутка» прошел открытый урок на тему «Вода как явление природы». Дети с удивлением открывали для себя, что вода – жидкость. Чистая, она бесцветная и не имеет запаха. В чистой воде видна даже прозрачная льдинка. Ребята отгадывали загадки, ставили эксперименты с водой. Из мультфильма они узнали, как на земле появилась вода. И самое главное, что вода нужна каждому живому существу на свете – практически всем растениям и деревьям. Что содержится в тучках? Вода. А как она называется, когда падает на землю? Дождь. А когда вода бывает паром? Когда они кипятят. А для чего воду кипятят? Чтобы она была теплая. А для чего теплая вода людям? Чтобы человек не заболел. Такие открытые уроки педагоги детского сада проводят регулярно. Это служит хорошим обменом опыта, новыми идеями и методиками. Это творческий продукт каждого педагога. Мы выходим на, допустим, общее какое-то коллективное дело, для того, чтобы представить этот опыт, обобщить его, для того, чтобы другие педагоги на заметку себе взяли. Для детей было неожиданностью, что чистый листок бумаги содержит в секретике снежинку. Но ещё больше открытий им предстоит сделать в своей жизни. С 26 по 28 февраля в Смоленске прошёл турнир по баскетболу, посвящённый памяти нашего земляка и героя России Андрея Панова. Традиционный турнир проходил среди команд девушек 2002-2003 годов рождения. В соревнованиях принимали участие команды «Заднепровье», сборная Смоленска, а также команды из Десногорска, Ельни, Рославля. На паркете проходили настоящие баталии, по результатам которых Десногорская команда привезла домой бронзу. Победители и призёры соревнований были награждены памятными подарками и призами. В Десногорске полным ходом идёт подготовка к чемпионату по мини-футболу, который пройдёт в рамках проекта «Школа Росатома». Воспитанники детских садов тренируются в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна». Чемпионат «Школы Росатома» по футболу «5 плюс» проводится для воспитанников дошкольных образовательных организаций, городов-участников проекта «Школа Росатома» с целью создания условий для формирования у детей основ здорового образа жизни, умения действовать в команде посредством участия в мероприятиях, а также для поддержки современных развивающих образовательных форматов для детей и их родителей. В этом году Десногорск тоже решил впервые подключиться к этому проекту. Правила для дошкольников несколько упрощённые, не такие, как в большом футболе. Команды состоят из пяти игроков, один запасной, и турнир длится не более 30 минут. Но я хочу сказать, что все наши ребята очень активно включились в подготовку к этому турниру. Также очень активно им помогают родители. В каждом детском дошкольном учреждении города была создана команда, которая будет представлять детский сад на региональном этапе чемпионата. Помогают воспитателям в подготовке родители. Родители с энтузиазмом включились в работу, они рекомендовали своих детей, каждый хотел поучаствовать, очень много было желающих. Отбор был строгий у нас, мы отборочные матчи проводили у себя в детском саду, и выбрали, конечно, самых лучших, самых, ну, те, кто, в первую очередь, конечно, занимается в спортивной школе, ходят ребятки, но и те, кто не ходит, тоже проявили себя. Вот девчонки у нас хорошо очень играют, они не занимаются, но они активные, очень спортивные, подвижные, поэтому, ну, играют лучше сейчас. Для подготовки команд были приглашены лучшие тренеры города. У воспитанников начались профессиональные тренировки, на которых юные футболисты упражняются в подаче и ведении мяча, отрабатывают точные броски по воротам и пробуют различные техники в футболе. Я обожаю футбол, это мой любимый вид спорта. Я пришел играть в футбол впервые, и мне очень нравится. Быть защитником – это очень классно, помогать всем, и вратарю, и нападающим. С маленькими очень легко, они не замечают, куда катится мяч. Подготовка идет полным ходом. Чемпионат школы Росатома по футболу «5 плюс» будет проходить в Десногорске с 14 по 16 марта. Команда «Победитель» поедет на финальные игры в город Снежинск. Еще 11 марта в Десногорске состоится межрегиональный отборочный чемпионат по рубке шашкой козорла. Соревнование организует Межрегиональная общественная организация развития традиционного казачьего военного искусства, Федерация рубки шашкой козорла и Смоленское отделение войскового казачьего общества «Центральное казачье войско». Спортсмены будут состязаться в искусстве фланкировки и пешей рубки шашкой, проверить свои физические возможности, уровень мастерства, проявить силу воли и стойкость. В Десногорск приедут спортсмены из 17 регионов России. Зрителей ждет угощение традиционным казачьим кулешом и горячим иван-чаем. Начало мероприятия 11 марта в 10.45. Место проведения – Десногорский центральный парк. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»